Привет, друзья! Это видеоблог Newcomer TSA. Меня зовут Миша. Поступил ко мне вопросик про мувинг. Я уже снимал два видео про мувинг, где рассказывал про опыт работы на мувинге, как там работать. Эти видео достаточно пользуются популярностью по сравнению с моими видео на канале. И вот интересуются люди мувингом не как работой, а мувингом как бизнесом. Вот я решил поделиться таким опытом, потому что я вспомнил, что на самом деле такой опыт у меня есть. И как-то я не думал, что это может быть людям интересно, поэтому решил снять сначала видео про то, как там работать. В общем, на определенном этапе в жизни, когда я подрабатывал на мувинге, ко мне поступило предложение от как бы владельца мувинговой компании запартнериться вместе с ним и организовать свою компанию мувингом. Дело в том, что его компания мувинговая была в партнерстве с другим партнером, где они работали на доле 50 на 50. Он имел траки и он хотел уже зарабатывать все сам. Поэтому со мной, как бы еще с одним, нас было трое парнем, он договорился на комиссию, то есть мы получали бы от каждого заказа определенный процент, но все равно он оставался единственным владельцем этой компании, потому что мы не дали своих как бы там ни цента, а все дал он, а мы всего лишь просто как такие вот контракторы. Так как на тот момент мне бизнес особо не был интересен, то я согласился на такую схему, потому что я не хотел ничем рисковать, не хотел ничем ничего давать, ничего инвестировать в эту сферу. Расскажу, в общем, что такое бизнес как мувинг, чтобы вы понимали, кто хочет приехать и вложить деньги и открыть. Да, это реально, все возможно. Не нужно даже в начале, как и в любом бизнесе, ничего открывать, ничего регистрировать, никаких лицензий покупать. То есть, по сути, что-то нужно, но начать можно и без этого. Покупаете трак, то есть, его можно купить за тысяч 15 долларов, кажется, не обязательно какой-то очень большой. Получаете обычные водительские права для того, чтобы водить трак, который в мувинге с двумя осями, нужны обычные водительские права. И дальше. Регистрируете сайт, заводите профайл на Елпе. Елп – это основное место, откуда поступают, ну, именно откуда поступают заказы. Покупаете номер телефона, можете свою мобилку дать. Не обязательно иметь 8800, но можете купить и 8800, как бы 1 800 в Америке. Это бесплатная линия, чтобы, например, люди думали, что это все серьезнее. Это все в онлайне покупаете. Если вы хотите открывать такой бизнес, то у вас, наверное, есть бюджет. Дальше, как бы, вам не нужно никакого офиса, вам не нужно людей, вам нужен еще, как бы, двух людей. Вы и еще два человека, которые будут с вами работать. Если же вы, там, женщина и вы не можете, то вам нужно трех людей. Это вам нужен драйвер и двух людей. Потому что заказы в основном на двух или на трех людей. Заказы поменьше обрабатываются двумя людьми, заказы побольше – тремя людьми. В общем, платите Елпу. У Елпа есть какой-то там мембершип. То есть это стоит недешево. Это стоит около 400-500 долларов в месяц. Для того, чтобы он вас хорошо выдавал, у вас был полноценный профайл. И дальше ваша задача набить ревью, как и в любом бизнесе, отзывы. В нашем случае было, ну, мы так и сделали. У нас был сайт. То есть я лично сделал сайт. Я зарегистрировал Елпу. Купили номер телефона. Сели, как бы, дома. И начали принимать звонки. Были заказы, но мало. И, в общем, у нас это дело не отбивалось. Как бы, буквально у нас даже одного заказа в день не было. Так, чтобы забить, чтобы один день делать, как бы, одну работу. То есть у нас, например, когда ты начинаешь работать, у тебя люди начинают размещать заказы на месяц вперед. То есть они, так правило, наперед забивают новую компанию. На неделю, на две. Иногда на завтра просто. Иногда у них что-то оборвалось на сегодня. То есть они к кому попавшемуся. Я это видео пишу спонтанно. И я, как всегда, ни к чему не готовлюсь. Просто рассказываю, какие у меня есть данные. И, возможно, вам это поможет как-то проанализировать и понять, стоит ли вам с вами открывать такую компанию. Зарплаты, ну, вы примерно знаете. То есть 11-12 долларов в час. За мувера, плюс за драйвера. Там, если вы сами, вам платить зарплату себе не надо. Если, как бы, вы его нанимаете, то ему надо платить 14 где-то. Плюс бензин. Это небольшой расход. Плюс парковка трака. Вы его на улице где-то ставить не можете. То есть вам парковка трака будет стоить 200-300 долларов еще. Ну, и вперед. То есть даже, ну, если вы построите так, что у вас есть какая-то еще работа. И на случай чего, например, или у вас жена работает, или это, если у вас сразу не пойдет, вам есть за что жить, то все мувинговые компании, которые мы видим вокруг, они все так начинали и все они раскрутились. То есть час работы мувинговой компании, имеется в виду, если у вас заказали, куда-то стоит от 69 долларов в час до 99. В общем, 69 за двух муверов и 99 за трех. Как бы, вот так оно примерно стоит. То есть цены варьируются. Кто-то ставит 79, 89. То есть, ну, промежуток вот такой. Как бы, конечно, вам нужно демпинговать, если вы начинаете работать за 69, как бы, за двух муверов и 79 за трех муверов. Дальше по времени, как бы, мувинга, работ, то работы длятся от, есть минималка, два часа минималка. Если вы только начинаете, вы можете ее не устанавливать, как бы, вы можете сделать час. Но, как правило, два часа минималка. И дальше большие заказы и 10 часов, и 12 часов происходят. Ну, в общем, от, как вы видите, 130-140 долларов, то есть выторга в день, если это один заказ, до 1000 можно получить. Как бы, соответственно, если вы найдете, там, пару заказов на перевести дом и получите, там, 1000 долларов за каждый, так, 3000, то вы заразите зарплату, например, там, и все свои расходы, у вас 2000 останется, как такая подработка, да. Я сюда не учитываю, как бы, чинить трак, такие расходы какие-то, там, ДТП, еще что-то. Это уже, как бы, любой бизнес несет какие-то риски. Как правило, на телефоне сидите сами. Я сидел на телефоне. Сначала было сложновато. Первые звонки, даже было пару жалоб, что кого вы там посадили. Что-то он у вас коряво разговаривает. Но потом, 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 как бы, с опытом, с опытом, то и... Это я, не будучи еще год в стране, уже работал на телефоне, как бы, в мувинговой компании, работал с клиентами, можно сказать. Ну, а дальше все на качестве. Если вы, это ваш бизнес, и вы сами ведете, то это может быть индивидуальный подход. Вы можете, как бы, хорошо вливаться к клиенту, просить, говорить, давать ему какую-то скидочную карту. И он в будущем будет советовать вас своим друзьям, сам вас будет заказывать. Как бы, вот так, как бы, в основном компании работают. В основном, всех муверов держат неофициально на работе, платят кешем. А, еще чаевые, кстати, платятся. Если вы работаете, как бы, ваш бизнес, все ваше, и вы еще ездите сами работать, то вы можете еще получать чаевые, как, типа, прибыль к бизнесу. Я знаю людей, владельцев компаний, которые ездят на заказы, ну, сами тоже, и на чаевых не отказываются, потому что они говорят, что я заслужил, а тоже работал. Ну, то есть, это, по сути, справедливо, и ничего против этого не имею. Ну, в общем, какие у нас были еще трудности? Yelp у нас много вытягивал. То есть, на Yelp у нас там мы какие-то отзывы там понабирали, но все равно он нас не окупал. Дальше, какие пути еще получения заказов практически не существуют. Google очень плохо работает, никто там не ищет. Где-то там объявления, то есть, раскинуть какие-то визитки, это ничего не работает. С риэлторами какими-то договориться, это очень сложно. То есть, планета работает, но это как бы надо иметь время и таким заниматься. Так что, вот вся усилия на Yelp. Знакомых просить писать отзывы, чтобы они как-то не засекли. Очень сложно. Yelp как бы очень имеет сложный механизм. Он засекает как бы все ложные отзывы. Поэтому с этим надо будет постараться. Так что, ну, это очень-очень легко начать этот бизнес, но нужно, чтобы вы имели за что жить. Как бы, когда у вас есть за что жить, и у вас это все не горит, не спешку, также можно еще зарабатывать на русских. То есть, этот трак, который вы купили, использовать как перевозку мебели, давать объявления куда-то, что готовы таким заниматься, и тоже там брать каких-то 100 долларов за то, чтобы что-то перевести. Можно еще параллельно договориться, что будете что-то где-то возить. Ну, как бы этот трак, вообще трак купить выгодно. То есть, если вы не хотите, как бы, у вас есть деньги, чтобы вложить их во что-то, и вы не хотите идти работать за копейки, то, конечно, трак стоит покупать. И он вам, в любом случае, принесет какие-то деньги, если вы будете шуршать, если вы будете искать где-где и что, куда его можно применить, потому что большая проблема здесь что-то перевести, транспортировка. Часто нужны людям что-то перевести, и бизнесам, и они готовы заходить, и на такие вот есть сервисы, какие-то прям онлайн, много аппликейшн новых появилось. Вам главное там разместить везде профайл, и зарабатывать. В общем, что еще по мувингу? По мувингу и сложного. Когда вы, если вы не будете сами работать, и хотите кого-то нанять, в основном туда идут люди работать ненадежные. То есть, они будут вас подводить, они будут выпивать, с ночи не выходить с утра на работу. Если вы наймете американцев, они будут увлекаться наркотиками. Ну, в общем, вечная проблема, как держать персонал именно в уздечке. Как их нормально с ними работать, чтобы им было хорошо, и вам хорошо, и чтобы никто не страдал. В основном мувингом занимаются русские, узбеки, мексиканцы. Я уже это говорил в прошлом видео. Связано с тем, что легко нанять рабочую силу много нового штата, новых людей, но приезжают в Америку, которые готовы работать на тяжелой работе в плохих условиях. Также еще по бизнесу, как бы все. Человек спрашивал еще в комментариях, если проблемы со спиной, астихандрос и все такое. Работать можно. Иногда даже, может, не будет болеть спина. То есть, есть некоторые случаи, где нужно поднимать что-то очень тяжелое. В основном вы носите легкие вещи. В основном это коробки, в основном это диваны, как ни странно, диваны это легкие. Какие-то шкафы, все самое тяжелое, это столы, мраморные столы, дубовые большие столы. Самое тяжелое, это какие-то антикварные комоды, антикварные серванты. В общем, и вас двое. Тогда бывает, что надо поднять там что-то, что весит и 100 килограмм, как бы по 50, больше 50 килограмм, где-то так на человека, и не помню, чтобы можно было вот так унести вещи. Больше это уже тяжело, просто неподъемно.